Всем привет, привет! Наши судьи, наши судьи, наши судьи. Народу еще было мало, покупателей. Холодно, ветер, дождь. В общем-то погода не радовала. Нам надо было кое-что купить. Как всегда сворачиваем посмотреть птичку, просто посмотреть. Там я точно покупать ничего не буду. Очень жалко было, в такой холод. Суточные цыплята, вот слева я их не засняла. Утята, там сидели гусята, суточные. Очень жалко, они-то и дружки жмутся. Мне было холодно в куртке, а я тем более. Ну тут вот подросшие уже утята. Им, наверное, потепли. Михалыча отправила уже. Взяла метельчатый... Взяла метельчатый флокс и две хосточки. Да, много всего. Глаза разбегаются. Держу деньги крепко. Помидоры 200, 220. Огурцы 110. Я взяла по 140. Кабачки 130. Еще не все открылись. 210 помидорки. 250 наверняка вкусненькие. Дагестан сладкие. Большие 207, такие средние 207. Ну и покажу еще вам цветочки. Тут уже брать ничего не буду. Спасибо Михалычу. Сегодня опять мне дал светочки. Ой, какие красивые. Вот они, эти флоксы, Саша, смотри. Да. Почему фигню? Я такие купила, у меня все цвета теперь есть. Вот такого нету еще. Ой, так они еще вот такие есть. Да, как ромашечки. Не, у меня как ромашечки есть. Ты мишу, вот такие? Такие у меня есть. Я взяла. А вот еще смотри, какие. А почем они? Разные есть по 100 рублей, а эти по 350 большие. У нас новый магнит открыли в станице. Мы еще тут ни разу не были. Это уже третий магнит. Да, по-моему, третий. Ну, конечно, все то же самое. Творог на выход. Творожок. Теперь угадайте, где молочные продукты, да? Во всех магнитах все по-разному. А вот. Магнит как магнит. Большой. А это мы уже в нашей станице, в Старом Ишастовской. У нас до открытия строительного магазина, куда надо было Михалычу. Оставалось еще 10 минут. Я говорю, поехали на рынок на наш. Давай заедем, посмотрим, как там, что там. Ну, хочу сказать, продавцов много. Торговать есть чем. Картошкой посадочной. Рассады очень много. Молоко, видела, там продают сметану, творог. Но мы уж туда не подходили, потому что мы все взяли. Но мало покупателей. Вот покупатели единственные столпились возле этого вагончика, возле этого киоска. Там домашние копчености продают. Что мне не понравилось, цен нет. Просто навалено все и все. Ну и вообще не захотела я брать в этот раскопченность. У нас дома колбаса есть. Медчина есть, поэтому стали брать. Так прогулялась по рынку, посмотрела, что там. Яйцами торгуют яйца по 100 рублей. Я, кстати, продаю по 80. Михалыч стоит возле веников. Видите, ветер какой развивает. Потом мы заехали в строительный магазин. Михалыч, там надо было какие-то саморезы взять. Для электрики, для крепежа. А я стала искать карнизы для кухни. Они там были запрятаны. Запрятаны в уголоке. Обычно вот здесь лежали. Я подрастерялась маленько. И потом полезла в угол и нашла. Покажу, что купили. Свеклу купила. Не знаю, почем. Для борща. Дальше. Огурцы по 140. Вот такие хорошенькие, твердые. Это на рынке все. Вот это дагестанские помидоры. Ну вот забыла же, почем они. 250, что ли, или 200. 250, наверное. Несколько штучек взяла. Козье молоко. Вот такая литровая бутылка. 200 рублей. Это нубийские козы. Я понюхала. Вообще не пахнет ничем. Прям сливочками только. И заехали в магнит. Такую массу творожную взяли. Колу побаловаться. Иногда. Так, это Михалыч себе выбрал. Я такую не ем. Твердую для меня. Морковку. Это все в магните. Заехали в новый магнит. Свеженький чесночок. Еще творожная масса. Та у нас с изюмом, а это с курагой. Очень вкусно. Ну, переслащенько. Его с обычным творогом, если размешивать, то хорошо. Дальше вот такие батарейки, Михалыч. Сыр. Белебеевский. Такую пачечку. Лук. А, и не вижу. О, это там еще осталось в заднем сидении. Зашли белорусские продукты. Рогачев. Две баночки взяли. И в пекарню две булки с курицей взяли. Сейчас я их принесу. Так, ну вот еще взяла магнум от сорняков. Мне еще вот плитку надо будет проливать все. Потому что трава растет. Так, Михалыч себе вот такие диски взял. Булочки сейчас заберу. И вот Рогачев. И там еще сахар лежит. Упаковка на лето. Ну а цветы потом покажу попозже. Растения какие взяла. Ну вот такие наши покупки. Еще там картошку мы взяли. 200 рублей сетка. Она по 20 рублей. Хорошая картошка. Уже дешевую продают. Сегодня вот такой ветер. Вроде и солнышко, и ветер холодный. Но ничего, пусть подсыхает огород. Что еще взяли? А, сейчас в магазин заехали. Михалыч там себе саморезы взял. А я нашла сюда карниз. На кухне повесить беленький. Так, Мусь, ты мне мешаешь. Вот такие я взяла себе цветочки. Такой разной расцветки. Здесь еще. Смотри, что с памятью творится. Хост. Мусь, не мешай. Вот такие хосточки. А в нашей мышастовке я взяла вот такие у мужчины цветочки. Я вообще удивлена, когда мужчины цветами занимаются. Анатолий его зовут. Это я запомнила. А вот цветы, как зовут, называются. Я не помню. Вот они, трех цветов. Белые ромашечки такие. Желтые и бордовые. Малиновые даже. Буду высаживать. Спирея, наверное. Как? Спирея. Они такими кустиками потом так загибаются красиво. Подожди, они только весной? Весной, да. Но они долго. Вот тоже кустик спирея такой. Ёлочки на посадку готовы. Четыре пятьсот. Вот сосеночка. Как называется? Четыре пятьсот. Суя западная. У нас есть такие две. Взрослые пять пятьсот. Это сосна? Туечки. Твои луковые. А вот, смотри, какие сосны. Пицунская, наверное, да? Смотри, какая. Большие. Две пятьсот. Крымская. Очень такие большие иголочки. Березки. Я предлагаю тебе с тележкой сюда. А это что? Так. Актинидия. Женская. Киевская. Крупноплодная. Девятьсот рублей. Смородина. Так, смородина. Смородина красная. Детван. Детван. Это спирея березолистная. Ой, да, березолистная. Семьсот рублей. Это недорого. Почему-то. Ой, а это красота. О, смородина. Но она красная только. Так, жимолость. А, ежевика. Не, у меня резиновые есть такие. Хиликоновые. Или пластиковые, они называются, наверное. Это картошку вот так вот. И потом на шампур ее и жарят. А кто крутить будет? Ну, вот это, наверное, крутится. Вот так. Это фольга. и металлические были у нашей бабушки что нет михаил все уговаривает меня ножи на магнитную ленту на стену повисеть терпеть не могу ножи так были смотри чугунок настоящий думаешь легкий да а у них вон там нет легкие где-то у них тяжелый ну что купили мы спирею вот такую беленькую понравилась нам она очень думаю куда ее посадить но найду место и взяли сковородку сковородка у нас это как машины купили форма для выпекания вот такого же качества сковородка к ней крышечку еще взяли и вот написано моментальный нагрев благодаря сплошному индукционному диску не царапает поверхность плит благодаря крашеному дну корпус не деформируется гранит диаметр 24 сантиметра так что с покупкой меня и зашли в магазин взяли сметану хлеб такую маленькую булочку заварку я буду пить зеленый чай михаус зеленый не будет ему вот черный человек пакетика все наши покупочки таковой обденскую мы поехали михалычу стяжки понадобились именно маленькие и в канцелярию сходили канцелярские товары взяли ему специально тоненький такой фломастер черный что подписывать провода будет как-то там замазывать и подписывать чтобы ему не запутаться так ну что сегодня еще днем делали днем я полола палисадник перед домом с полола пересадила хризантему высаживала саженцы которые покупали сегодня на рынке ну и так на обед у нас были пельмени и салат на ужин не знаю есть не хочется если честно есть еще салат остался может быть салатом обойдемся может она у нас колбаска есть ветчина я думаю что так и обойдется не буду ничего готовить я сейчас пойду высаживать перее курочек пойду кормить поить поливать в теплице вот такие дела сегодня кстати звонила надежде николаевне вам привет от нее от нее всем она еще пока в читинской области делает свои дела и попросила меня найти билет на поезд чтобы ей пересадку в москву не делать и там действительно ходит такой поезд борзе чита и чита краснодар вот так она не хочет в москве пересадку делать и вот такой поезд есть раз в неделю он идет но по моему раз в неделю я на конец июня посмотрела и на начало июля вот подсказала и номера поездов ну а там она сама уже возьмет билеты говорит соскучилась на этого соскучилась и хочет море тепло покупаться скоро приедет вот это засранка тянет опять меня ух ты морда хитрая вся в слюнях по лужам бегать травой и надо тыка ты посмотри ты я ну куда там посмотрит ага бегом ей надо бегом везде все обнюхать вот так быстрым шагом и гуляем с ней в поле ветер такой сильный а здесь маленько потише ну вот мы хорошо прогулялись наверно часок ведь она нисколько не устала так и рвется все время я дергиваю ее все бежать бежать каждую лужу она прошла чуть не купается утятница наша ты слышишь кто там ты кто я заметила стейка еще и глуховато иногда бывает она спеет сидит на будке вернее лежит я уже вообще прям самый к ней подхожу и только когда косточку ей кладу перед носом когда она просыпается это не сразу так пугается кто здесь так что мало того что зрение плохое у нее еще и слух плохой но наверное нюх хороший и я пойдем она знаете как не слух бывает такой ребенок не слух ты ребенок мы первый год смеялись вот эту надпись видели году обновили собственность горбань т.п. петровны лет 40 или 41 20 2023 год март какие-то инициалы лет 40 типа давно это собственность подновили надпись но тут хорошо тут засаживают весь участок он огромный травку подкашивать все как положено делать здравствуйте пришла домой а тут вон о чем лестница вот тут стояла я ее в сторону очень михалыч приготовил на завтра как хирург и стал себе приготовил так проводочки все подписал я так понимаю ну да вот он для этого сегодня вот плита чё там посудомойка газ газовый котел посудомойка вот так сегодня подписано и завтра он будет вот этот счеток убирать и новый сюда ставить эти все автоматы переставлять переставлять вот и на чердаке там все это как-то подсоединять и здесь все это делать вот вот такой столик сделал я вам говорила что он обшил столик железом не знаю нержавейкой 3 или ржавейка вот такой столик хорошенький получился он его затащил сюда сегодня ведро приготовил для мусора молодец я готовлюсь на завтра завтра раны ранний подъем у нас будет ну что-то там пилит на улице слышу вот так что у нас завтра такой вот будет денек рабочий вот кто у нас сегодня в ванне он еще живой он большой как я не знаю 5 рублей наверное я не знаю как вам показать но он большой тараканчик такой вот весна началась в прошлом году у нас такого не было были такие поменьше такие же черные но поменьше а соседка говорила что у них вот такими набегали они из канализации вылазят вот теперь он из ванной вылезти не может вот и сиди тут помогать не буду друзья всем хочу сказать огромное спасибо за поздравление артема с днем рождения поздравляли и меня как мамочку всем всем большой большой привет и большое спасибо артем сегодня с катей в анапе отдыхает у него отпуск коротенький они вот решили туда поехать дай бог чтобы у них погода была хорошая можно ужином кормить закончу чего-то тут делать ну вот собрала ужин это уже в новой сковородке яйца пожарились такие нежненькие получились там очень толстое дно хорошая сковородка так салат есть колбаска ветчина сырок еще хлебушка отрежу и будем чай пить вот такой у нас ужин на сегодня я свое видео заканчиваю всем всего доброго спасибо за просмотр за ваши комментарии и до завтра надеюсь что завтра что-нибудь поснимаю пока пока